В Севастополь, особенно Ялта Мы только вернулись в Воскресенье А я только вернулся в Воскресенье В Терчи был, да Я поделал, в принципе, как в Воскресенье Квартира Но я хочу летом поехать в августе Новый свет, Ялта Грэм, я тебе дал телефон А, sorry Для Грэм И для его Очень тяжелого Да, его храбрость И вообще самоотвешенность Самый лучший британский журналист Ура Ура, ура, ура Грэм, ты симпсона затмил Алекса, ура, ура 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 На Ура 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 Они думали, что он был на войну зону. Да, они не могли бы верить, что это хорошо и красиво. Как это было, чтобы люди ходили к Крыму? Британские люди, которые я провели три недели. Они были очень счастливы. Они были с лучшими друзьями. Они были тренированы прекрасно. Они любили их. Вы привезли к Крыму? Да, да. Я привезли к Крыму. Они были удивлены, как красивые Крыму. Как приятные и приятные они. Но проблема в том, что Британские люди не верят в то, что они сказали на BBC. И это очень трудно поверить их. Потому что они верят в то, что они верят в то, что это очень сложно. Но когда они живут в Крыму, они видят, что это не правда. Это прекрасно, это здорово, приятное. Они не могут попасть в Крыму. Они не могут попасть в Крыму. Да, я думаю, что это просто красиво и красиво. Все люди пытаются работать с этим. И они пытаются... Не, 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 нет проблем. Нет проблем. Я бы сказал, что есть какие-то проблемы в трансляции, организационные проблемы. Что будут понимать. Когда вы купите дом, у вас много проблем. Но когда вы получаете новое территорию, у вас тоже много проблем. Я думаю, что все будет решено. Когда брыж будет построен, будет лучше. Брыж. Все люди ждут за брыж. Да, но люди равны и переключаются. И они ждут за будущий. И они ждут за следующий год. И они ждут за новое время. У нас теперь было начало. Вы были в Крымьяне в Новом Крыму. Да, не в этот раз. В последнее время. Какой было в дороге? Да, это было хорошо. Было хорошо. Было очень много. Наспределение возрастом. Вы говорите на Русский какой-нибудь почте? Давай на Русский Говори что ты по-русски Там очень хорошо Дело в том, что И больше денег Чтобы строить хорошие дома И там будет все хорошо И еще могу добавить В Крыму самые красивые девушки Самое вкусное вино Самая вкусная еда И цены очень Гораздо Welcome to Crimea Like Crimea They have the best girls On the planet They live in Crimea The best wine And very good prices Very competitive And nice food And accommodation So Crimea should be Probably The best tourist destination In the future I hope Exactly It will be We need direct flights Because it's a little bit complicated And violation And people are very warm About artists Very well connected Very well connected Very well connected Yes And Odessa And Odessa In some way Саната Sevastopol Is also A hero city Yes 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 Roo Дело в том, что мой родственник, двоюродный брат моей бабушки, побив в Керчи, ему было 19 лет, он был из Санкт-Петербурга, и он погиб, когда был высадка русского десанта в 1942 году. 8 мая в Керчи возлагают, пакельное участие проводится на гору Митридар. Я участвую в этом пакельное участие, когда учусь в школе, в 10 классе. Нет, это очень важно, чтобы вот эти мероприятия, чтобы молодое пакельное учили, чтобы оно помнило историю, чтобы оно упомяло всех, чтобы оно упомяло все, чтобы они упросятся за свободу. А наши народы, Севастополь, Крым вместе с народом в Одессе, они вместе, но они. А ты мне и вместе? Вместе, конечно, вместе. Конечно, они очень переживают за то, что происходит в Одессе. И Севастополь, это тоже город моряков, и тоже там по ней в кровью, как Одесса город-герой во время Второй мировой войны, так и Севастополь. Севастополь, это очень похожее. Севастополь, это очень похожее в Одессе. Это героевская город, так и в Одессе. Севастополь, это очень похожее в том, что люди, которые борются за фашистами в Севастополь, как в Одессе, тоже, в том, что в Second World War. И я надеюсь, Одесса будет восстановиться, что произошло. Мы помним людей, которые защитили их за фашистами, и мы будем бороться за фашистами в Одессе сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!